В нашем городе очень много талантливых людей, генерирующих интересные, важные и полезные для общества проекты абсолютно в разных сферах деятельности. Их труды, стартапы, инновационные идеи вот уже на протяжении 10 лет представляются широкой публике и серьезному жюри в рамках проекта «100 идей для Беларуси», созданного Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. В рамках конкурса проходит отбор лучших проектов в различных сферах, однако просто иметь идею недостаточно, гениальную идею тоже. Самое главное – это правильно и вовремя ее запатентовать. В нашей стране креаторам в этом и во многом другом помогают центры поддержки технологий и инноваций. Центры поддержки технологий и инноваций, как правильно сказали предыдущие выступающие, которые помогут не только правильно оформить заявку, но и сориентироваться, куда идти, а идти ли стоит, а где какие тренды развития, инновационного развития. Поэтому, конечно же, в этом плане центры поддержки технологий и инноваций, они важны. Проект по созданию и развитию сети центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Как результат этой деятельности, в настоящее время в республике уже функционируют 13 таких центров. Открытие 14-го в Брестском государственном техническом университете не менее важно, ведь их конечная цель – наращивание инновационного потенциала страны путем информационной и научно-методической поддержки в научной, научно-технической сфере и инновационной деятельности. Конечно, люди патентуют, очень важно грамотно не только создать инновацию, создать разработку, но важно ее и грамотно защитить. А второе, для студентов, для молодежи еще и важно посмотреть, какие технические решения, что делается в мире. То есть такой центр дает возможность подключиться к мировой системе и любое техническое решение, посмотреть в любой стране, как это решалось, какие разработки есть, запатентовано ли это. Потом, размещая такую же информацию, грамотно запатентовав, размещая в международной базе наши разработки, это опять же реклама белорусских разработок. Повышает значительно вероятность того, что в мире посмотрят уже наши решения, обратятся к нам, ну и, соответственно, пойдет как сотрудничество, так и заключение тех же лицензионных договоров на выполнение проектов. Ниша интеллектуальной собственности очень интересна для экономики нашей страны, ее экспорт значительно вырос в сравнении с предыдущими годами и начал приносить неплохой доход уже сейчас, что не может не радовать. Открытие центров поддержки технологий и инноваций на базе белорусских университетов, а также на крупных предприятиях и холдингах, где есть научно-технические подразделения, это еще один шаг на пути к улучшению этих показателей. Студент, разработчик, инженер, изобретатель, ученый, любой человек может воспользоваться услугами такого центра и, что немаловажно, совершенно бесплатно. Для нас это очень важное событие, для университета, для вузовской науки, для подготовки кадров высшей научной квалификации, ведь диссертация с чего начинается? Патентный поиск для того, чтобы определить, что в мире сделано в этом направлении и для того, чтобы двигаться вперед. И когда мы получаем возможность бесплатного доступа к мировым базам, патентным, непатентным, это очень огромное подспорье для наших молодых ученых и для ученых именитых. У нас деятельность патентная в университете очень хорошо развита. Приведу цифру, более тысячи патентов на изобретение, полезные модели получены сотрудниками нашего университета. И дальнейшие вот такие возможности, которые открываются в результате открытия этого центра, это очень важно для университета. Плюс мы сможем оказывать и консалтинговые услуги. Немаловажным элементом развития научной деятельности страны является активное взаимодействие и обмен знаниями. Именно поэтому Национального центра интеллектуальной собственности в планах поэтапное подписание соглашения о сотрудничестве с другими странами, в частности с Казахстаном. Я хотел бы подчеркнуть наши добросетельские отношения между нашими странами. Мы в рамках Евразийской патентной организации, куда входят 8 стран, всегда поддерживаем друг друга. И позиции наших центров интеллектуальной собственности, они схожи. Законодательство у нас схоже, у нас примерно количество объектов тоже одинаковое. И в первую очередь это, конечно, для изобретателей. Мы доверяем друг другу, уважаем друг другу и ценим друг друга. Поэтому этот меморандум, он очень важен. Мы подписываем не со всеми странами, только с теми странами, которые нам интересны друг другу. Мы ценим качество белорусских товаров, также и белорусы ценят качество наших товаров. Уже сегодня в Каменюках состоится подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь и Национальным институтом интеллектуальной собственности Республики Казахстан. Документ поможет оказывать друг другу помощь в решении схожих задач и обмениваться опытом. Такое соглашение уже подписано с Российской Федерацией и в разработке с Узбекистаном. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Телекомпания Бук-ТВ.